Габриэль Ван Хелсинг, Левая Рука Бога, Архангел Гавриил, Вигилант, Истребитель Чудовищ или же просто живое оружие в руках Ватикана? Можно ли сказать, что его просто используют в благих целях? Во всяком случае, в фильме мы не получили ответы, а лишь смазанные намеки на историю персонажа. Зачем он 450 лет назад убил графа Дракулу, если тот был лучшим его другом и братом по оружию? Да еще и отнял фамильный графский перстень. Какую роль играла в этой истории семья Валериус? Какое отношение Ван Хелсинг имеет к масонам? И кому принадлежала кровь в емкости с кислотой, которая могла вернуть оборотню ему прежний вид человека? На все эти вопросы я вам дам ответы в этом видеоролике. Но начать я хочу с самого начала. Это канал Good Movies, меня зовут Евгений. Присаживайтесь, я начинаю. И дамы и господа, позвольте представить. Ван Хелсинг! Фильм Ван Хелсинг вышел в 2004 году. Режиссером и сценаристом был Стивен Соммерс. Он нам подарил трилогию «Мумии», которые тепло встретили кинокритики. И кассовые сборы говорили тогда об успехе никому неизвестному в то время режиссера. На самом деле студия планировала, что проектом будет заниматься Стивен Спилберг. Но тот был сильно занят и отказался. Поэтому со временем, после бесчисленных количества споров студии и продюсеров, все-таки был утвержден Соммерс. Тот согласился на одном главном условии, что сам напишет сценарий и придумает свою историю персонажа. Именно из-за этого Ван Хелсинг в фильме сильно отличался от оригинала из романа Брэма Стокера «Дракула» 1897 года. Соммерс хотел построить свою киновселенную, в которой он должен был объединить Человека-Волка, Дракулу, Франкенштейна и даже Доктора Джекила в одну сюжетную линию. И как по мне, ему это удалось. И пускай к фильму много вопросов, касающихся живучести Анны и огромное везение Карла, но на это просто хочется закрыть глаза и все же насладиться декорациями, сюжетом и шедевральной игрой актеров. Особое впечатление тогда на меня произвел Ричард Роксбург. Сыгравший Дракулу. А сейчас я хочу еще раз представиться. Я граф Владислав Дракула. В самом начале, знакомство с Ван Хелсингом, он убивает Доктора Джекила. Вернее, его злую версию мистера Хайда. Этому персонажу не удалось тогда дать больше экранного времени. Хотя в комиксах и мультфильмах, эта история куда более длинней. «Предлагаю вам бегло познакомиться с персонажем». Доктор Джекил пришел к научному открытию, создав лекарство, которое превращало его в очень сильного и большого человека. Но всему есть цена. Он не мог контролировать свою силу. И в этом ему помогла его вторая личность, альтер-эго мистер Хайт. Злобный, совершающий чудовищные злодеяния облик Доктора. Цель была одна – создать эликсир молодости, но не для себя, а для любимой. Еще в юности Доктор влюбился в Королеву Викторию. Годы шли, но ему так и не удалось добиться нужного внимания. С возрастом Королева старела и все чаще болела. Джекил был лечащим доктором королевской семьи и смог войти в доверие. Его цель была одна – вернуть белую красоту Виктории в надежде на то, что он сможет добиться взаимной любви. Но для этого ему нужно было каждую ночь убивать молодых девушек и забирать у них молодость и жизненную силу. Конечно, в то время весь Париж был напуган от ежедневных убийств монстра. Ватикан не мог быть в стороне и решено было задействовать Ван Хелсинга, который, как мы помним, смог решить проблему. Полную историю вы можете узнать с мультфильма 2004 года «Ван Хелсинг. Лондонское задание». К слову скажу, этот злодей появился раньше в картине 2003 года «Лига выдающихся джентльменов». И если вы вдруг пропустили этот фильм, то советую вам его к просмотру. Вернемся к битве Ван Хелсинга и мистера Хайда. Главное, что нам удалось тогда узнать – это возможности героя. У него значительно выше сила, чем у обычных людей и живучесть. Но мы же тогда в самом начале не знали, что Ван Хелсингу больше тысячи лет. И он не стареет. По сути, он бессмертный. Вот только его физическая оболочка, в которой он явился на Землю, все-таки имеет ограничения и уязвима. После забвения он не может вспомнить свое прошлое. Ты ничего не помнишь, да? А из способностей осталась только его возможность видеть зло. Я чувствую зло. Так что же с ним произошло? Теорий в просторах интернета очень много. Точный ответ мог бы дать нам второй фильм. Да, Стивен Соммерс планировал продолжение. Ему настолько понравилась работа с проектом и сам Дракула в лице актера Роксбурга, что он хотел вернуть его в продолжении и снять приквел. Там бы он смог бы показать предысторию двух друзей. Все началось тысячу лет назад, когда на Землю явился Архангел Габриэль в человеческом обличии, чтобы помочь людям в борьбе со злом. Это было его личное решение. Поэтому, когда об этом узнал Всевышний, он лишил его крыльев и небесной силы Архангела, сделав его падшим ангелом. Но не нужно его путать с дьяволом, так как того изгнали из рая, а Ван Хелсинг сам принял решение помочь людям, чтобы уравновесить силы добра и зла. Большинство людей же отвернулись от Габриэля. Все посчитали его очередным змеем, поэтому долгое время его так и называли «Змей с крыльями». Первый, кто стал на его сторону, была семья Валериус. Весь их род славился лучшими рыцарями Ордена Крестоносцев, которые посвящали свою жизнь службе на стороне добра и церкви. Они почитали и боготворили Ван Хелсинга и поклялись ему в верности. В знак их доверия был выкован перстень с символом змея с крыльями. Этот герб позже стал фамильным для семьи Валериус. Лучшие воины стали личными телохранителями Ван Хелсинга. И этому свидетельствовал перстень, который передавался от отца к сыну на протяжении долгих лет, до тех пор, пока он не попал в руки Владиславу Дракуле. Молодому, очень перспективному и многообещающему воину и личному хранителю Ван Хелсинга семья долгие века хранила тайну Габриэля. То, что он ангел, спустившийся с небес. Граф Дракула был всегда рядом в каждой битве со своим богом. И у них были теплые дружеские отношения. Но время шло, и оно играло не на пользу Влада. Он старел, в то время как Ван Хелсин всегда оставался молодым. Влад начал изучать темную магию, а именно учение Асклебия. Этот культ славился своими способностями к исцелению, молодостью, а лучшие ученики могли даже воскрешать мертвых, что полностью нарушает вероучение Всевышнего. В фильме мы также можем увидеть подтверждение этой теории, когда Карл случайно натыкается на подсказку. Картина вдруг оживает, и мы видим сражение двух рыцарей. Интересно в этом моменте то, что изображено на щитах. У графа Дракулы изображен змей, обвивающий посох. Сейчас этот символ часто используется в медицине. Посох, который обвивает змея. Это и есть символ учения мастера Асклебия. А вот на щите Габриэля можно заметить знак крестоносцев. В фильме мы неоднократно слышали ужасные сны героя. Почему тебя мучают жуткие кошмары? Кошмарные сцены сражений далекого прошлого. Скорее всего, он участвовал в войне крестоносцев. И воспоминания прошлых битв мучали его. В этот момент слабости Дракулы как раз и вмешался дьявол. Он пообещал Владу вечную жизнь, если тот предаст друга и убьет его. Сатане Ван Хелсинг был в поперек горла. И он давно искал способ его убить. Нарушив клятву своей семьи, Влад принял условия. Но не учел только то, что у Габриэля была способность находить зло. Он видел насквозь отравленную душу Влада. И когда Дракула попытался убить Габриэля, тот чувствовал предательство и был уже готов к этому. Ему пришлось убить своего лучшего друга и брата по оружию, Дракулу. Семья Валерия нарушила свою клятву. И Габриэль снял перстень с мертвой руки друга. Тот самый предмет, который символизировал преданность рода Валериан. Но Дракула стал очень близок для Ван Хелсинга. Его мучало чувство вины, что он так и не попытался переубедить друга, когда была возможность. Разбитое сердце искало искупление. От былого воина остались только воспоминания. Выход он нашел выпивки и бесконечное участие во всех войнах. Габриэль свернул с тропы, которая ведет к Господу. И в момент этого падения Всевышний помиловал своего Архангела и даровал ему забвение. Один из даров божьих. В тот момент его нашли голого, грязного и без сил у порога церкви. Так и попал в орден Ван Хелсинг, где ему нашлось применение. Сам Дракула заключил еще одну сделку с дьяволом. Первый падший даровал ему вечную жизнь, но тот взамен должен был пить кровь людей, чтобы поддерживать свои силы. Но ему необходимо пить кровь других людей. Дело в том, что Сатана не может воскресить или создать жизнь. Это посильно только Богу. Поэтому Дракула мертв. У него не бьется сердце и он холодный, как мертвец. Из-за этого он и не мог породить потомство. В этом ему пригодился доктор Франкенштейн, который пошел против Бога. Отец Дракулы, Валерий Старший, дал обещание убить родного сына. До тех пор, пока этого не произошло, все потомки рода будут ждать в качестве наказания в Чистилище. И смогут попасть в рай только тогда, когда все условия обещания будут выполнены. И граф Дракула покинет этот мир. Но убить родного сына не так-то и легко. Валерий смог лишь закрыть его в старом замке своей семьи, из которого невозможно выбраться. Он использовал зеркало. Вампиры не видят своего отражения, поэтому Валерию удалось обхитрить Дракулу. Обещая сыну признание и любовь, и в знак доверия он подарил ему целый замок. Но когда тот зашел под сладкую речь отца, Валерий сразу же запечатал выход. Дверь он сломал, оторвав угол холста. На нем был записан текст, который мог открывать тайный проход. На всякий случай он отправил часть холста в Ватикан на хранение. И это было верное решение, так как дьявол снова помог Дракуле. Он даровал ему нечеловеческую силу и крылья, возможность превращаться в горгулью. Но в этот раз лишил всех чувств, чтобы этим не могли манипулировать другие. Крылья помогли выбраться Владу из заключения и создать целую орду вампиров. А тайну предательства Валерий-старший забрал с собой в могилу. Он так и не смог оправиться от позора для его семьи. Поэтому спустя 400 лет прямая наследица рода принцесса Анна понятия не имела, что ее семья связана с Ванхелсингом, как и он сам. Единственное, что не совсем понятно, как он смог знать про способ убийства Дракулы. Предсказания про оборотня. И откуда сам граф Влад узнал про это? А он точно знал. Нет, не может быть! Так как подготовил зелье для такого случая. Вакцина была одна и аналогов не имела. Создал ее сам граф. В этом Владу пригодились учения Асклепия. За основу была взята его же собственная кровь. Так что никто, кроме него, не смог бы воссоздать эликсир. В этом плане надо отдать должное кровопице. Казалось бы, что он был подготовлен на такой случай. Но добро всегда побеждает зло. При создании фильма декораций и костюмов персонажа, создатели всегда пытаются уделить время мелочам. Чтобы при просмотре зритель мог по достоинству оценить проделанную работу. В связи с этим, я думаю, нам неспроста показали на маске Ванхелсинга всевидящее око, которое чаще всего ассоциируется с масонами. Для чего это сделали и как связан Ванхелсин с орденом, неизвестно. На самом деле, такое око Всевышнего использовалось редко и чаще всего до 18 века. Более популярный символ был глаз окружен треугольником. Там, где каждая сторона символизировала Святую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа. А тут мы видим только лучи. Поэтому мне понадобится ваша помощь в этом вопросе. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вместе мы сможем собрать пазл. Надеюсь, вам понравилась проделанная работа и вы получили все ответы, которые вас тревожили. Если да, то буду ждать от вас обратной связи в комментариях. Скажу вам честно, в этом фильме мне еще понравилось музыкальное сопровождение. Композитором был Алан Сильвестри. И весь его трек, трек-лист, который играл в фильме, у меня он есть на компьютере, и я его часто слушаю. Потому что музыка там шедевральная. Она мне до сих пор нравится. Да и к фильму у меня больших вопросов нет. Мне он тоже очень понравился в свое время. Конечно, сейчас он смотрится не так уже эффектно. И те спецэффекты уже не такие хорошие, как были в то время. Но, тем не менее, сама сюжетная линия была очень интересна. Да, в принципе, и сейчас. А на сегодня все. С вами был Евгений. Всем good movies. И не забывайте подписаться на канал. До скорых встреч.